Свыше 211 километров трасс отремонтируют в этом году в Югре в рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Обновление идет полным ходом. В Радужном сейчас тестируют новую методику ямочного ремонта. Специально для этого город приобрел автомобиль, который позволяет латать автомагистрали, экономя время. Кирилл Волконский узнал о преимуществах техники. Сегодня в городе ремонтом дорог, как капитальным, так и ямочным, занимаются две организации. В качестве эксперимента один из подрядчиков закупил новую передвижную установку. В работе машины используют струйно-инъекционный метод. То есть после очистки выбоины аппарат заполняет образовавшейся в асфальте полотне пустоты специальной смесью. Излишки убирают обычной лопатой. Дальше дело за небольших размеров катком. Он утрамбовывает и выравнивает покрытие. Производительность, я предполагаю, что она все-таки выше, чем обыкновенным способом ремонта. Эмульсия достаточно дорогая, поэтому вопрос цены, может быть, не совсем тут будет положительную роль играть. Но я вижу, что эта установка делает ремонт быстрее. Преимущества использования новой техники увидели как дорожные рабочие, так и автоинспекторы. То, что происходит за один день, вот, допустим, это количество, раньше уходило три дня, потому что требовалось перевозирование техники, предварительная подготовка работ, только лишь потом приступали к заливке, к ремонту. Ремонт дорог для Радужного тема болезненная. С начала года в городе произошли три серьезных аварии, в которых пострадали семь человек. Немалую роль в этих ДТП сыграло состояние уличной дорожной сети. На него автомобилисты чаще всего жалуются весной, когда сходят с ней, а также летом и осенью, когда ямы на дорогах представляют особую угрозу, в том числе и для машин. При каждом дорожном транспортном происшествии, которое произошло, были зафиксированы недостатки уличной дорожной сети, как плохая различимость дорожной разметки, ямочной, выбойной ямы. В марте месяца было совершено комплексное обследование уличной дорожной сети города Радужного, где администрации города было выдано представление на устранение со сроками, где администрация должна, соответственно, уложиться в определенный период времени и восстановить все недостатки. Повышенное внимание дорогам на въезде в город – это основные транспортные артерии Радужного. Изнашиваются они быстрее прочих. По ним курсирует грузовой, легковой и пассажирский транспорт. Здесь пока что ремонт ведется по классической технологии. Сравнивать итоговый результат и вынести свой вердикт, какой из двух методов практичнее и долговечнее местные власти, автоинспекторы, а главное – автомобилисты, смогут ближе к осени. Кирилл Волконский, Александр Цитаренко, Вести Югуря, Радужный.